Ну, я думаю, Влад возьмет фоедина просто на хайроу, да? Драконы, звери, муроки. Ну, и Картруса, и послал это другое, как бы, ну, вот он трогает их. Чувствуется, что он сейчас не нервничает, максимально спокоен. В максимальном тилте. Ну, в смысле, тилте расстроенный, а не злой. Фух, тысячи минус семь. Давайте посмотрим, как раз, пока какие карты Влад увидят на фоедине, потому что больше особо ничего не будет происходить. Кстати, Арсан, Паш, вот к тебе вот вам такой вопрос. Какой герой для вас, наверное, самый оптимальный для такой группы? Вот, для именно того, чтобы занять первое-второе место, вот именно для хайроула. Какой герой вот больше всего подходит? Ну, или мы пираты муроки вроде, что-то... Я бы на Борове, допустим, по КД играл, потому что у него... А, подожди, а почему 14... А, там 19 брони, на самом деле, у него. То есть, какой-то вот реально ставочник, 19 брони, я думаю, можно его брать... А Рено, вот как у Синеда в прошлой игре был? Рено, как... Рено... До такого лога подойдет? Сомнительно, но окей. Да, нормально, типа, понятно. Кстати, Влад идет на топ-1, поэтому, наверное, решил не брать Неруба. У него рыцарь первый, это очень хорошо. Решил не брать Неруба, потому что надэдами очень сложно брать топ-1. Хотя китайские нам игроки показывали на сестрах ранних. Там две золотые сестры, золотые рыцари. Ну, магические карты себе рисовали и занимали первое место на рыцарях, как кажется, во второй игре, по-моему, с тобой. Опа. Лич нашел сразу себе душную карту. Кто против свеча играет? Супер Джей Джей. Ну, он сейчас, наверное, первые два хода никому, да, не проигрывается? Лич, ну да, не должен. Не должен. Эрдю думает, но, очевидно... Ну, он думает так, у кого же... У кого же обилка реборан дает? Ну, он думает, может быть, мало девочек... Как бы на весте, не знаю, прочитать. Не, ну, мало девочек не 1-1, а 2-1 на Эштянку он взял. Кстати, у Уоу Пейнэш там тоже была эта проблема. А, читал карты? В первом лобби, да, что там на английском карты, к сожалению, стояли. И нашему профессиональному игроку не получилось прочитать карты, узнать, что они делают. Он не успел перевести. Так, сколько Мансури породил? Два, что ли? Дай вот сейчас посмотрим. Два, получается? Кстати, это пофиксено будет с Вовой в последнем лобби. Они после него пофиксили для нас всех, но лично он играл, короче. Для Вовой, ты понимаешь, если перевести ему карты на английский язык, это как выключить вообще компьютер. То есть, или свет, да? Он не понимает, что делать. Мансури думает, а ловый ролл и троечка? Да, я думаю, что сразу и тарелка, и тарелка сразу. Ловый ролл и тарелка. Да, но он себе, он довольно уверен. Тук-тук, 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 тук-тук. Тук-тук, тук-тук. Что же делать? Что же делать? Не нарисовал тарелку. Ну, слушай, звери даже неплохо. Вот это 3-1, его можно забрать. И двоечку. Видишь, он уже лочится, это дело. Да-да, до 8-го начнем. Он хочет 1-1, значит, это сразу. Да, это очень хороший магазин, если у него супер-поезло. Он, скорее всего, идет у нас в зверей. То есть, уже себе наметил сетап. Так, человек против него не выставляет карты. Ой, какая хорошая карта, да, супер-джей-джей. Крокнул, чтобы набафать саму себя. Да, Марек? В Момск происходит. Хорош, да, только сейчас нет. Ну, правда, тычки, спасибо. Нет, две тычки, а одна тычка. Ладно, ладно. Let's go, let's go, супер-джей-джей. Так было бы сильно. Почти все лобби опять в тройку нырнуло. И, может быть, в прошлый ход, может, сейчас на шестой голде. Ну, например, на Ишаке вот здесь лов-лап, монеточка и обилка. Слушай, я бы, наверное, даже нормально сумели забрать 2-1 даже. Может, монетка и обилка. Ну, посмотрим, что сделает супер-джей-джей. Ну, как будто он, наверное, должен, да. Эр-Дью тоже на ставочки в троечку вышел. Ну, если он в ставки выигрывает. Вообще, 19 брони, это, ну, мне кажется, неправильно. Да, ну, это из-за того, что лобби ноли был. Я понимаю, да, но все равно как-то меня вот именно вот этот момент. А знаешь, у меня в предложке было, знаешь что, и Зеро. У нее знаешь, сколько? Сколько? 5 брони и Зеро. 5 брони, потому что на лоу-рейтинге любят делать терпельки. Наверное, сейчас на лоу-рейтинге, Зеро довольно сильна. Я на мэвке играл, у которого был 18. Давайте, Арсан, давайте напомним, что мы сейчас смотрим третью игру второй группы. Всего их будет 4. Для тех, кто присоединился и не смотрел таблицу, ребят, будет 4 игры. Сейчас третья. И потом еще будет одна группа. Самая сильная. Нет, самая сильная уже была. К сожалению, будет самая слабая, вот. Но там все равно будет заруба, там есть сильные игроки, которым просто не повезло, и они вчера, ну, не прошли более сильные группы. Серег, сейчас бы тебя позвали, допустим, играть, ну, там, группу аут-лобную. Зашел бы? Ну, сейчас, наверное, нет. Ну, так вот, если подготовиться, знаешь, там, посидеть, там, месяцок, поиграть в карты, то, мне кажется, вообще изи можно зайти. Можно зайти, но не выйти. Ну, Харстон не такая уж прям сложная игра для тех, кто именно умел там играть, там, год назад, там, два года назад, и понимает, как это вообще работает. Ну, люди помнят, что Серега у нас так-то легенда Харстон. Единственное, что тут пока жабок нету, ну, тяжеловато больше. Вот я тоже не хочу возвращаться, пока они вернут моих жабок. Ну, Близов, значит, что делать? Я бы вернулся. А если вернут, зайдешь обратно? Я бы даже постримил, поиграл бы, и, может быть, на турике поиграл бы, потому что лягушки, это, ну, согласись, это, наверное, одна из лучших вообще стратегий, которая была, она реально тут все прыгает, это круто. Ну, это прям для смотрибельности хорошо было. Да, да. Потому что там никогда не знаешь, что вообще произойдет в итоге. Да, особенно вот эти анимации. И какая у тебя карта потом получится в итоге, да? Я выиграл? Я проиграл? Ура! Или нет? Так, у нас топ-1, 2 это Мацури и Зорга по очкам. Поэтому можно следить за ними, они, кстати, друг против друга играют. Мацури в Т-4 на классе. И у них очень большой отрыв, у них очень большой отрыв. Они, там, не знаю, 16, по-моему, 15. Ну, Зорга записывает. 20-16. Записывает листочек, пишет. Так, Мацури играет на этом персонаже, усиляться по максимуму, типа, не забыть. А, кстати, у господина... Господина Зорга-то уже 2-3 дракона, и он немножко синенького дракона поклопывал. И у него еще низ-то ветра, да, идет. И с низ-то ветра как раз-таки 3-4 дракона были хорошие ветра, которые как раз под вода сохраняют. И, кстати, сейчас он может забрать реборн, если захочет. Но это не очень сильно, конечно, но я чисто... Если вдруг. Да, вот он недоволен, говорит, Чизыдок. Можно писать, наверное, Эрдю, он в Т4, и при этом у него фулл хп 14 брони. Что у него интересно. Пятый, это верно. Пятый у кого там... А, это Эрдю, ставочки повыигрывал в Т4 и в Т5. Да, походу, в начале ему очень сильно повезло, угадал ставочки и усилил. Скорее всего, если у тебя идет старт, допустим, за 2 маны спел, где ты берешь либо лассо, либо карту, ну, в смысле, которая первая дропа-нандомная, и выигрываешь ставку, то у тебя, по идее, уже все очень хорошо. Ну, главное выиграть старт на этом герое-те. Ну, да-да-да. Не ошибиться. Можно посмотреть Эрдю и ловлап просто ловить за драконом-андедом на атаку, очевидно, учитывая, что у него дракон. А почему у него там три карты? Ну, пятый, это верно, все равно нормально, только что-то в руке еще нет. Ну, еще восьмая монета, так что он... Не видно там... Да, закрыли. Потом он делает темп от триплетик, получается, в четверку. Все, да, и после своего ловлапа надо обязательно сказать... Ну, дать противнику понять, что я ловлапнул, ты там либо карты не ставь, пожалуйста, либо этот. Мне кажется, на турнирах это не работает, и всем пофигу, понимаешь, что могут обмануть, могут и специально забайтить. И вот такой моментик, инсайдик, мы когда сели играть, и один из китайских игроков, хуя, посмотрел на свой ник, и подошел к тиммейту и сказал что-то на ушко. К хуя, другому. На ушко. Вероятно, он сказал свой ник, то есть, ну, прям буквально одно слово какое-то, чтобы ребята потом устраивали нужные ловлапы. Кажется, ты идешь к победе. Ну, это немножко нечестно, конечно. Ну, Влада лица, смотри, как грустно смотришь. Ну, сможет ли он этим драконом выиграть? Ну, лайк уже ставить. Ау. Мне это было неприятно, и продолжает фармить. Да, он так и так и так и так. И продолжает фармить. И сейчас сможет... Нет, все, этот дракон умирает. А, он даже выиграл. По Владу, конечно, эмоции... Ну, да. Ой-ой-ой. Ну, ладно, с ним не так больно. Не больно, но... Ну, неприятно, да. Ну, неприятно. Неприятно, что у тебя куча всякой офигни призывается, и за это... Дракон на фармал. Да-да-да, типа он. Ладно, нырять дальше в Т6, точнее, в Т5. И правое дело, этому надо ловлапать. Не будем найти дракона 2-3 все еще, которые сохраняют, чтобы, ну, по дракону уже было подготовиться. А можем посмотреть Синеда, а то он, похоже, делает такую же шипку, как я. Он проигрывает, а не выигрывает бои, и поэтому у него... И поэтому он может и не попасть в финал. А он опять берет эту карту? Почему? Он просто идет трепет. Ты что, знаешь, наверное, какая есть... Я вообще не рейча. Какой здесь смысл? Есть выйти быстрее там в пятую, и... Чтобы быстрее найти какие-то сильные карты, пока их не разобрали. Потом ты можешь выйти, а там уже ничего такого интересного не дадут. А там... Ребята, вообще играли с этой картой с пятой? Это верно. Кто играет с нечетными картами? Да, ребят, кто собирал реально, ну, нормальный сетап с этими, с нечетными картами? Я вот ее брал чисто, когда нужно выжить и не отлететь топ-8. Я ее почти всегда просто сразу же продаю. Ну, мне кажется, у тебя просто больше здоровья, чем у других обычно. То есть, если у тебя... Да если даже плохо, я все равно этот... А что, ты что делаешь на месте Синеда, у которого 9 хп, он делает трепет в пятерку, и больше ничего нет? Ну, там другую карту, дерево... Кстати, у джифа, смотри, как-то ничего нету. Ну, вот 3-1 баблера вот этого, они очень рейтят... Ну, то есть, правильно достаточно? Они правильно делают. Просто сейчас у него на столе прям ничего. И немножко соединения, да? Не, нормально-нормально. Так, Асина, тыкает карту, карту не ставит, чтобы... Она призывается с урока. А, ну да, да, все правильно. Можно посмотреть на... Ну, а, ну да, тут... Кстати, вот я вот это карту же искал из 4-й товарных зверек, да, который не суперсильный, но он может нафармить все хп, и в серединных боях, ну, на 7-й ход, да, сохранить ей здоровье просто потому, что это большая тушька. То есть, понятно, что в лейке она бесполезная, типа, да, но... Зацейвить хп тебе может. Это яд бабы. А, это яд, причем, и не токсичность. Да, яд бабы. Все верно. Ну, не знаю, ты этого зверя хочешь только если у тебя... Ну, как бы, зверей есть, понятно? Да, да, да. Ты поддержишь зверей и хочешь этого зверя. Глаза? Ну, как бы, ну... Глаза как разверия, вот. Ну, да, да. Кстати, ну, это похоже... Меча. Нормально. А Синетта выжила там, нет? Вроде выжил, мне кажется. Пожить, 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 пожить. И Влад, кстати, он нырнул шестерку, но единственное, что шестерка нашел, у него дракон замазан. Слава на андедиках играет, но только что-то больше ничего интересного нету, кроме двух рицарей. Ну, ее по-хорошему надо... Даже не знаю, вот в чем дальше должна такая ситуация, делать, типа, как-то ролик вас. Когда-то, да, Терриборн... Ну, он сейчас, конечно, должен делать, смотри, а у него СП, кстати, работает уже на атаку, наверное, должен забрать. Ну, короче, он... Терриблэй сейчас не может выбить Синетта? Дайте посмотрим, Синетта, но... А, нет, другого еще играют. Да-да-да, и у Синетта 9 хп. И потом очень хочется посмотреть и сейчас Синетта, чтобы узнать, погибнет он или... Ну, я думаю, просто сейчас файт будет, нам покажут. Ему бы сейчас попробовать найти либо Мороуза под ролик, получается. Ну, и один ролик. Да, опа, ну или так, да, можно сделать, как бы... Сколько там... Призывал или в дича... Ну, призывательность находит, он все, выиграл. Ну, в плане... Ну, в плане... Неплохо, да, живет. Ну, в плане здесь выиграл файт. А, файт, вероятно, надо усмотреть, может, он уже жестко нечетно забахнул. Не-не, там... Если призывательность, то это все. Замечательно сыграно. Это не призывательность. Хотя бы что-то, но... Не, ужас нормально, у него хрештап это ужасно, в самом деле. А Билка не в рыцаре в такой ситуации? В рыцаре всегда в рыцаре. Все равно в рыцаре? Конечно. Ну, просто рыцарь это 2-2. Но он в стенке. Да, но рыцарь это 2-2, а под ужас. Но он призывает огромную карту. Ну да, ладно. А Синеда... Ладно, Синеда, да, посмотрим так. И потом, наверняка, надо будет навестись на Влада, а то он сейчас Т6 и, вероятно... А сколько у него максимум голды? 12, кстати, нафармил. Так надо лучше тогда, получается, этот, спелл за 4. Да, ты хочешь лоблап нажать? Ну, конечно. На победу же это нет. Ну, победа, да. Но... Не выиграет вина был для Синеда. Может, по хп выживет, не знаю, девятку пробьешь. Но если ужас убьет, то... Дай мне не мяч. Убьет ужас. Убьет ужас. Так и чего? Выжил? Ну, по выживанию ровно, да? А, там где-то... Ой, ерунтов 6. Ну, от Саркис немножко расстраивался. Расстраивался, я думаю. Да, то 8. И получается, по-моему, он уже никогда не уходит. Не, шансов там не уходит. Но, честно говоря, конечно, здорово играть. Ну, то есть ты должен хайроли пытаться, но все равно надо понимать, где-то можешь лоблапать. Ну, типа, играть немножко осторожно, то есть не лететь там за какими-то картами, потому что, скорее всего, шанс на них не такой большой. Смотри, каким стэком Влад не проиграл. Не, вон, еще Систер есть. Да. Смотри, стэк, например, Саркис вот это, может быть, мог победить. Не знаю. Саркис, зачем ты рейтишь карту, зачем ты рейтишь карту с нечетную? Такие юни рейчи, а что мне там было брать? Ты ее два раза, по-моему, забрал. Нет? Два раза не сыграл. В тот раз там выбора не было. И сейчас тоже не было выбора. Понял. Сама лезет. Ну, это единственное, кого ты мог победить. Так нет, и у меня выбор из нуля героев с нулем карт, с нулем хороших бафов на... А что, ну что еще? Лузовый с нулей, что ли? Рагнарос. Я всегда говорил, чем больше, тем веселее. Короче, в Ханус улите там был лучше. Я не помню сейчас, сождаешься пик, помню, что у Рагнарос был и какое-то еще дерьмо. А может, что у Супер Джей, Влад, это тебе не нравится дабов черные? Мне не нравится в это... Ну, то есть, один-один, конечно, прикольно, но это не стоит. Мне ни то, ни другое не нравится. У меня там выбора нет было. Мне нужно было просто попробовать выживать. Это, мне кажется, деньги немножко, если честно. А, ну, что-ка в Элюкар... А, да, две. Ну, две, но все равно. Ну, типа, звунящик, да, мощный. С одной как-то много. Еще последний файт разменялся. Там 33 на воле было. То есть, если я там трейжусь хотя бы с одной картой. Ну, то есть, там три каждой с двумя я трейджусь, одной нет. Если я убиваю хоть одну, я там на одном хп выживаю. Так, ну, у Супер-ЖЖ выгодится нечего, у Влада. У него явно приятнее андеды. Он думал поставить карту. У Влада хп побольше. Ну, в смысле, он не вылетит, наверное. Не, да, не вылетит. У Влада блок там еще 22 вроде хп, с диктого. Вот, ну, просто у Влада, по факту, ничего тут нету. Тут адекватные андеды. Как минимум, два мороза, где призывала сестра. Это, кстати, синька прокнул, прикольно. Опа, а Пыч тогда убьет. Убьет, ого, законтрино. Так это умом. Это умом пошел. Пока шансер подигарает какой-то ручки. Так это план был у Влада. Он, типа, изначально, помнишь, на стадии пика брал, короче, этого дракона, чтобы в дальнейшем, вот в этой ситуации, как раз-таки, забрать статы с сестры и получить, наверное, чуть меньше ленджа. Скобочка, 15? Ну, он получил меньше, чем... Ну, он не дал забаву, тогда получается. Меньше, чем 16. Ну, Влад, может быть, сейчас играет с фейком. У Эрдю перспективно, кстати, очень. Смотри, малыш, Чарла, Бран и дракон на прог боевых вещей, но у него нет той самой карты. Той самой карты, да. Три-четыре стенки, которые всем закидывают. И с кем играет? Так. С кем игр игр супер джей джей, а супер джей джей андеды такие, не супер сильные. Все, пошел трать. Опа! Ну-ка. Опа! Дракона кися, отлично. Змеюка, тоже отлично. Как же, как же хочется найти свина? Ну, он должен подролить, он... Тут ничего нет хорошего в багазе. А, он хочет триплетик, шестерку, да, через триггер боевого ключа, да. Он даже два-триплета может обрадить, оставил стыл и думает. Ого. Сумки, освобождал. Ну-моему. Мы смотрим. Будет где? Чарлыга и здесь еще один малыш. Чарлыга есть. Под эффект до конца хода. Ну-о-о, малыш так. Ну-о-о, малыш, малыш. Киберспорт. Киберспорт двойный эффект конца хода в конце еще. Вариотчики. Так у него в андракаре стоит. А, да, в таунте. Еще одно, он еще одно, еще одно. А Мурлук у него нету, нету, что вы. А, у него есть Мурлук, а что не картануть Мурлук? А, блин, я бы продал змею и картанул Мурлук, а потом... А он, мне кажется, хочет Мурлук этого продавать. Он же Чарлыгу ставит, ставит два. Да, на имею ввиду картануть и потом все продать. Ну-да, ты же ничего не теряешься. Ну-да, головна можно получить, но в целом... Ну, можно... Он понимает, что он хайролит, и он думает, не надо слишком. Надо где-то Мурлука пропустить. Ну, вот это, если не умирает, то топ-1, но, очевидно, это сильнее, чем были андеды у кого там, у Супер Джей Джейа, да? Ну, конечно, конечно, сильнее. Супер Джей Джей здесь проигрывает, и это проигрывает только с Камом, может. Не хотела, может быть, плюсы... Не-не, ладно, сожжем. Нет, сейчас прям лучше могут зайти к теме. Да, да. Ну, посмотрим. Замечательный дел. Лично наслаждаюсь огромными характеристиками. Да, теперь надо просто Эрду сейчас не ошибиться, убрать, в принципе, руки с клавиатуры, и... Хе-хе-хе. Можно соединить две карты в триплет еще. Да, мне кажется, уже все нужно. А можем сорить Влада с Джифом, тут, очевидно, что Эрду выигрывает этот пайс. Это Влада 6 КП, и Джиф вот что-то какой-то странный был билд, вот с баблером и так далее. Вот он дошел до нормальной кондиции какой-то, голода или нет. Это, это, может быть, за Эрду. Север Джиф на своих четных картах, Север не проиграл. Ну, у него Юлия не жив, он продолжает четные карты собирать. Скоро это перескейлит свиней почти. А, о, Джиф вышел, пытается выйти в свиней, а, кстати, вот у него такая карта. Опа, а у него колясочка, кстати, неплохая. А на этих четных картах вообще реально, ну, какой-то первое-второе место, знаете, есть ли у тебя только... То есть они идут как пираты. Это не, короче, это, да, это типа не идет как фулл сетап. То есть они могут идти как саппорт, если играешь либо на элемах, либо на пиратах, у тебя что-то основное крутится. И вот где-то там можно было еще докидать вот эту вот карту, которая начетная, чтобы она тоже бафала. Ну, чтобы было куда-то деньги тратить в целом. Но ты в это как бы не идешь... Как в основной билл. Да, 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 то есть это не основной скейлинг должен быть. Так, ну у джифа не супер большие статы, но достаточно перспективные. На яд ему очень повезло. Коляска. Коляска с... Как эта карта первая называется, которая дает ребор на забор? Это карга. Карга. Вот карга... Карга на два яда это сильно. Может дать в Мурлоков правого войска. Мацури играет, кстати, с... Ой, не, Мацури, это джиф, да? Джиф играет с сивером, а сивер на четных картах. И если джиф поставит два яда, то... То сложновато будет чистыми статами убить два ребор на яда. Нет, подожди, там зависит от того, сколько статов. Тут статов не очень много. Ну, нет, слушай, он должен справляться. Ну, типа, четыре яда будет. Ну и что? У него призывательность на столе и этот... Ну, можно... Нет, никто не спорит, но смотри, счетные, кстати, пока живут. Нет, плане прямо в разы сильнее. То есть тут он... Два стола джифа вынесет. Куда? Я не прошел. Куда мне спорить с Арсланом? Мацури, тем временем, кстати, 30 хп. Он, ну, во-первых, он два топ-1 забрал. И сейчас... Да, и сейчас у него прямо все отлично просто. 31. Ну, а сидит там чисто ручонки потирает. Такой, седа, седа. Но сам перспективный стул уэрдю. Ну, да, есть такое. Ну, просто мы на самом деле не видели, Мацури стал. Или видели? Не видели. Ты слушай, там, под фриксом, да, типа, яд на последней карте, если. Чем бабу это. Не, ну, смотри, вот тут вот, это минус 4 карты, плюс яд на Мероки. Да, то есть я про это говорю. А, не слушай, ладно, понял, понял. Я же про это говорю, плюс, ну, призывала хорошие, тех карты хорошие, вот она очень хорошо сыграла. Что можно сказать по лицу Сильвера, как будто... Он немножко негодует... Да, вот этот удар, конечно, был достаточный голос. Да, вот пока худшие тычки местами. Небольшой тип. Ну, ему повезло, что... Ну, смотри, смотри, там гуляй, есть, так что нормально. Плицо теперь немножко такого, повезло, повезло. Не сьяна. Да, очень хорошо призывала, сработала, выбила один яд, смурок. Скобочкой в ходе, походу. Ой, не те, он выиграл даже. Да, но у него, видишь, он завис немножко. Так, тут тоже каляточка собирается полным ходом. Кстати, заметьте, сколько не вт, уже 2-3 хода, один жмурик и больше не появляется. То есть прямо живут, никто не хочет играть, 1-3-5-6-8 хп просто. Ну, это, наверное, самая решающая катка этой группы, потому что все сейчас решится именно в этом деле. А, кстати, Эрдию на своих синих проиграл и получил... Нет, Эрдию сейчас играет с Мацури, да? Подожди, у Эрдию 1 хп сейчас? Да, при этом у него синие там миллион на миллион. А с фейком играется Тиджиф, который... А кто так Эрдию пробил сейчас? Да, мне тоже интересно, кто Эрдию пробил. Ну, сейчас он играет с Мацури, а можно посмотреть стол Мацури? Что думаете, Слава вообще делать-то будет? Он должен с лоты-то пойти освободить, чтобы триплет... Кстати, смотри, Мацури с зверьками играет. А-а-а, вот так вот скрытый Ма. Прикольно, прикольно. У него самый не перспективный билд на топ-1, но зато у него 31 хп. Слушай, он топ-2 здесь забирает просто условно и прям радуется. А я же говорил вначале, что у него звери будут. Он же у него вначале прокнул вот этот бабушка, плюс Северит, плюс Реборон. И у него еще был спелл тоже на зверя, то есть он не мог играть нет зверей, в принципе. У него не было такой возможности. У него на третий ход была третья таверна и... Мы видели, да. ...зверь и, да, и бабушка. Давайте же хотя бы посмотрим у Уэрдюна какие статы. Вот он этим как-то проиграл и вообще у него самый сильный стэк. Скорее всего, он допустил ошибку, когда бы дергался. У него было одно хп. Нет, а у него, может быть, у него и было. А, у него было 4 хп, он купил спелл на минус 3 хп. Наверное, да, да, вот в этом. Если может отлетать только ошибкой тем, что он дергается, то надо ему АФК просидеть и убрать в руки со стола и, в принципе, все. Да, и ключ идет. Ой, фуф. Столько мог сделать, забавился, молодец я. Подумаю анимацию зверюшу, смотри. Да. Интересно, Зорга, да, вот он сейчас играет с фейком, да, Зорга. То есть, ему вот, кто играет с фейком, GF или Зорга? Уже как будто поменялось. Сейчас надо посмотреть. Потому что Зорга занял топ-2 два раза. У него 16 очков, да, и ему нужно буквально еще чуть-чуть, и он может не попройти про Зорга ХС. У него 16 очков, я имею в виду, и поэтому достаточно еще какую-то третью позицию, и у него огромная позиция, почти гарантированная. Ну, то, что AirBug займет топ-1, это огромная вероятность, если от скама не отойти, потому что он самый большой. Вот он, Зорга, и он действительно сейчас играет с фейком. Он как-то сыграл в ничью, похоже, или выжил, в любом случае, и сейчас играет с фейком, и ему это очень и очень важно. Кстати, какая колясочка от дракона, ядовитая коляска. Влада, кстати, 6 хп, он все еще живет, а с кем Влад играет? Влад играет с Мацури, но у Мацури бесты не суперсильные, да? Может быть, Влад может выиграть? Ну, это интересно, сейчас я бы этот файт посмотрел. Да, здесь Зорга играет с фейком, нам точно нечего здесь смотреть. Да, как будто... А вот посмотреть на Влада, да, сколько у него статов против этих зверюшек? Там два зверя по 80 на 200, сколько-то на 150, и остальное фигня. Ну, здесь как будто двоих он должен насилить. Проблемо, что карты одноразовые такие. Да, вот как бы он не проиграл одну зверюшку случайно. Просто там у него очень неплохо, очень неплохо. Там призывательность собрала, возможно, даже был смысл туда ставить. Нет, ну слушай, если там 200 существо, то как будто может проиграть. Ну, там два вот этих зверя, у которых очень много хп, но не так много атаки. А у Лада все фигуры по 7,7 и больше штатов. Вот, но в этот город будет интересно посмотреть. Но единственное, что R.D. уже не перескелдит. То есть... Не, R.D. уже здесь топ-1. Его можно только на Зорга перескелдить. Ну, не перескелдить, точнее, а именно... Именно скам, вот это каргой, лероями, ядами и так далее. У Тараблейда еще тоже 6 хп, он играет с джифом. По-моему, они оба на дедах играет. Ну, Тараблейд точно играет на призывательность. Серега, а у тебя готов ответ на вопрос, который ты мне задавал? На ком бы ты хотел играть персонажа? Вот, какого бы ты выбрал себе персонажа? Я сразу могу. Мне Рено нравится. Я буду на Рено 100% зашел. Мне кажется, супер кайфовый герой. А, они давно многое меньше. Ну, это бы 120. Брана ральнул, и все. И у тебя там все шансы на какое-нибудь топлое место. Мне вообще такие нравились, типа, герои, которые, ну, так вот, роляют, господи. В инфраторе Виндер. Ну, в принципе, это вся суть Харсона, чтобы это, да? Да, да, да. Где-то прям заролять и красиво. Хороший П, кстати, от Влада, который качается, он убил сразу ужас вот этот правый. И в итоге на зверях, у которых много ХП, не будет так много атаки. И поэтому Влад их нормально затрейдишь. Ты там, как раз, пусто, но здесь уже видно, что Владу хватает точно на победу. Вот так что Влад здесь не вылетает. А, выкинет он его, как думаешь? Нет, там 16 ГП, поэтому максимум 15. А, да. Пока еще нельзя выкинуть. Но достаточно, ну, не настолько прям далеко, как три фигуры по 70. Влад щитит. И главное, чтобы Владу сейчас Эрдюни дадут. Коротко, ребят, про звереи. Мацури, ты, наверное, в шоке сидит, потому что никто не вредит. И, наверное, никто не вредит, наверное. Просто он фейка получил. Ну, да, да. А, он фейка получил. Ну, брат, в шоке сидит. Типа, тридцат здоровья такой, чисто пипичил такой. Ничего, ну, как? Как? А, не слушай, кто-то отлетел. У нас Зорга играет с Эрдю. Соответственно, Зорга в бодитает. Опа, звери против нежити. Ну, у Славы сколько рыцарей? 7,68? Ну, так много призывал. Два рыцаря больших. Все, он уже... Слава уже ложится спать. Да, он же. Нагрелся одеялом. Ну, вообще, у Славы явно сильнее, чем вот эти... зверюшки. Можно посмотреть, у Зорга есть ли скам? Представь, сейчас Эрдю со своими синими по 400 статов. О-о-о! И это как раз играет против огромных синей. Ну, кстати, сейчас лучше. Кстати, сейчас... Лучший момент для вот этого вот. И он сейчас даст ребор на... Блин, кстати, вот непонятно. Окей, ладно, повезло. Двойной ребор, кстати, может сработать хитро. Ну, то есть, если он даст ребор на зероя, он бьет сам. У него могла она в дракон влететь, но он не может его продавать в том-то деле. Да. Блин, как будто... У него много, этот, юзлис-карт. Да, две вот эти картинки, два дракона. И ему еще Мурлока пять-два надо, возможно. И тогда он что-то может сделать. Вот думает, может быть, на двойку в Муроку дать. Или просто Муроку дать? Нет. Блин, не хватает ему буквально одной карты, да? Какой-то шиповедьмы условной. Чтобы заскамить. Два лероя, ну, четыре лероя, плюс яд пять, да? Если получится дать ребор на лероя и еще раз ребор на него, да, то... Не смысл продать, да, в стенку забирает просто, чтобы было лишний таргет, чтобы не заснайпили его героем. Да. Смотрим. Опа. О, я приехал. О, я приехал. О, ну, она все равно бьет, да. Она все равно бьет, да. Да, да, все равно. Ну, R-DU просто молодец, поставил техническую кудю. Не поставил техническую кудю, там... Красавчик. Гипотетически, да, там мог у мужчины играть еще что-то, да? Чисто умом на волевых купил одну карту, да? За последние, там, пять ходов. Странно, что он еще здесь не проходил, типа, знаешь, там, с водой там пошел покушать. Какая в этом... Так, кого-то развелся. Слава дерется против одной большой змеюки, но на нее у него точно хватает статус, соответственно, он тоже проходит дальше. Матсури вылетает. Ну, кстати, смотри, Матсури вылетел шестым и Зорга вылетел седьмым, там, да? Ой, пять-шесть, пять-шесть. Матсури пять, Зорга шесть и Сильвер. Они поделили пять-шесть-семь. Вот. Ну... Пять-шесть-семь они поделили. Матсури уже, наверное, сто процентов проходит. Ну, да, скорее всего, с пусточков кого-то не хватит его перегнать. А вот у Зорга, может быть, кто-нибудь подберется к Зоргу? Слава играет. Да, вот Зорг еще есть какие-то, может быть, шансы подвинуть его, но Матсури, по-моему, уже даже с восьмым местом пройдет. Да, надо посмотреть. Но, получается, Эрдю... А какие места у Эрдю? Не помните? Первый, второй. Ну, мы увидим все... Они, по-моему, плохо все идут. Они все плохо идут, там, по-моему... Кстати, Эрдю... Эрдю сейчас выбивает Тераблейда, а потом встречает Джифа. Посмотрите, у Джифа, насколько кодяску лучше. А еще он играет на секретчике, у которого яд будет. Джиф-то может выиграть Эрдю, чисто гипотетически, потому что у него кодяску... Здесь кодяску получше за счет того, что у него яд с обилки призывается. Два-три. Еще и со змеи, может, там, для Роя упадут. Да, этот я-то собаблюсь. Эрдю продолжает интересный геймплей. Так, сейчас думаю, так, так. Так, что же сделать? Так, надо как-то усиляться. Надо больше стад. Опа! Опа! Но, к сожалению, Влад уже не проходит, очевидно, потому что... Он кому-то подсказывает, там, видел? Он сидит, чисто подсказывает кому-то. Коуч-тренер... Влад уже точно не проходит, потому что нужно, чтобы... Проходят два игрока, да, и у двух игроков уже будет больше 20 поинтов. Слишком плохо, да. Влада... Сколько-то? Пять, наверное, я не знаю. Даже первое место он уже никак не обгонит. Да, возможно, сейчас там сидит уже на ухо, чистые ордушки, там, говорит, такой, ты что это там? Насобирал себе. Ну, Эрдю намного больше статов, чем у Тараблейда, поэтому Эрдю его легко выкидывает. Просто надо посмотреть, сколько будет поинтов у Эрдю и Джифа, и есть ли у них шанс обогнать Зорга, чтобы я второе место... Зорга, мне кажется, можно будет. Слава что-то там делает, старается, типа, зарешает. А если еще и Зорг какое-нибудь плохое место в четвертой катке займет, то там точно проходит уже. Есть волнение до него, да. Да, может Эрдю пройти. А что сидел, думал? Что сидел, думал, да. Стандартная ситуация. Сижу, что-то придумываю. А тут синий качается по 700 статов. Еще, ощущающе, как назло, будет... А, нет, я думал, еще идеальное раскрытие, знаешь, чтобы каждый призвательница выпустила всех своих рыцарей под бароном, но... Нет, грани не настолько перетирается. И интересно будет, может только показывать не Эрдю, а то там геймплей такой увлекательный, что прям невозможно наблюдать его. Поделал с Джеффом-то? Да-да, я хотел посмотреть, Джеффа-Джеффа, посмотреть, насколько он коляску свою добрал. Так, гига-колясочная. Герой под баф и над гуди, кстати, да? На змеи Реборн. Золотой бабл чел, который может дать бабл на поизон змею сабилки. Ахалай-махалая, да? Прямо... А вот чего не хватает. Ему не хватает здоровья на бассажабле чуть-чуть. Да, кстати, бассажабр от гуди умрет. Но может произвелиться новый бассажабр. Он может ударить вначале в Мурлока, который даст яркость. Яд бассажабру, а потом бассажабр яд получил, но разбился и призвал другого бассажабра. Ну да. Но зато другой бассажабр позовет еще яд. Ну да, но все равно хочется этот яд тоже не терять. Поэтому все, что ему можно засилить, это просто дать... Он дал, он дал, смотри. 5 кп. А, ну все, гер. Так, и тут сейчас, секундочку, тут у Эрду жесткие решения. Он хочет... Он ищет первую карту, которую я так хорошо нашел. Есть. Камень, он думает, так, первая... Он не в ту карту, не в ту карту. Ой, ошибки уже совершили. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Он решил подбафать, чтобы Чарджа не умерла. Тяжелый сетап, мне кажется. Тяжело им понимать, как играть правильно. Там не фидаш арты понятно, куда кидать. Это факт. А все, все, он переставил карту. Он типа дилей немножко был, он хотел поставить карту на тот слот, а потом ее забафать. А ну он типа ордер не тот сделал. Неплохо. А в теории он как-то может пробить ему сим-карту? Смотрите, два лероя. Да, и если у чего есть шансы, то пойди вот у этого. То есть это буквально сейчас почти идеальная коляска против... Да-да, против этого стака, я понимаю. И на самом деле можно его пробить. Ребят, ваши ставочки на кого ставите? Ну есть змея, есть змея, которая может... Да, с которой может упасть еще яд. Я на джив поставлю. Мне кажется, что джив у Момск займет первое, в следующем мобиле займет первое и пройдет, и я смогу продолжить спор, чтобы он попал в финальный лобби. Тогда Эрдию посмотрит повтор и... Ну-ка. Нет, так джив я... Ну-ка, сейчас смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим. Единственное, что... Ой, это некрасиво, конечно. Это можно отгудить и перемереть. А яд умирает от кули. Ау, как больно. А, потому что на этот яд мог упасть бабла. А это было важно, на самом деле. Вот, и, кстати, он еще... Ой-ой-ой, еще эту штуку забирает. Е-мое. Боже, ну Эрдию гений. Смотри, бабла там еще не пробует. Ужасные два бабла. Ой-ой-ой. Ну Эрдию батя. Батя этой игры. Ну, хорош, хорош. Купил две карты. Ноль ошибок по итогу. Баб черлыги затащил. Ну, на самом деле, молодец. Молодец, но джив максимально старался заскамить грязь. Да-да, трое хорошее. Че, Слав, как... Слав, ты старался как мог. Андеды не работают. Но, да, третье место это неплохо. А у вас, дадим, третий? Солидный стап сразу собрал. У тебя третье место? К сожалению, тут какие-то патняры первые два лобби забрали. Все, уже кивает, получается, РДУ. Он понимает, улыбается в камеру. Знает, что на его касте как раз болеет за него. Ну, да. Все вадим за... Самый интересный был. У него идет трансляция, да, на его странице? Да, да, на его странице. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова